Всем привет, всем привет! Меня зовут Катя. Я сегодня с вами опять рисую паттерны, медитативные, прекрасные цветочечки, как я люблю. В последнее время у меня много всякого загруза, стресса, и на что-то такое творческое, чтобы прям раскрыться и что-то новое создать, поэкспериментировать, сил у меня нет. Но знаю всегда, что могу порисовать какие-то завиточки, цветочки, какие-то линии, и это для меня работает как медитация. Меня прям это и успокаивает. Во-первых, успокаивает, потому что я что-то делаю. Во-вторых, я не что-то делаю, а рисую паттерн, который потом будет готов. И в-третьих, я его еще обработаю, это уже довольно-таки такая механическая работа, и отправлю в свой магазин на паттерн-банке, что тоже меня очень радует. Вот видите, как я нахожу интересные занятия, когда, в принципе, я без каких-либо ресурсов. И обычно после ресурсы появляются, потому что, когда ты что-то делаешь, у тебя что-то выходит, то все как-то налаживается, жизнь налаживается сама собой. На самом деле, не всегда бывает такой эффект, что что-то получается. Часто бывает так, что процесс вообще не идет, и становится еще хуже. Думаешь, ну вот, я села порисовать, а ничего не срабатывает. Но тут сложилось, паттерн нарисовался, и очень, кстати, милый, нежный и классный. Он мне очень понравился. Вот, я его уже загрузила в магазин. Вот, поэтому спасибо планетам, что так удачно располагались, и все сложилось. Да. Между тем, несмотря на то, что этот паттерн такой у меня медитативный и простой, и довольно-таки с банальным для меня сюжетом, но он все равно отличается немножко от предыдущих. То есть, это все равно что-то новое, и он какой-то получился даже немножко особенный для меня, какой-то игривый, что ли. Не знаю, вот форма этих бутонов, может быть, сыграла свою роль в настроении. И достаточно легкий, мне кажется. Несмотря на все равно плотную заливку, из-за того, что я выбирала такие нежные цвета, не очень сильно контрастные, он очень такой нейтральный, и классно будет смотреться на текстиле какого-нибудь постельного белья. Вот, и тем более, если еще там убрать насыщенность, подкрутить вот цвета, чем я сейчас и занимаюсь, то вообще выйдет красота. И да, красота сложилась такой девчачий, не знаю, какой-то даже для принцессы какой-нибудь уютненький такой узорчик, чтобы радовал сны, чтобы сны были классными. Да, не хватает единорогов. Я подумала, что нет, принцессы все любят единорогов, да. Но до них я так и не дошла, только на канале с уроками. Ну ладно, на этом все. Я просто, правда, очень довольна, что этот паттерн нарисовала, ибо я была тогда вообще не в ресурсе, вот. Получилась классная картинка. На этом все. Спасибо, что порадовались вместе со мной, и до новых встреч, до новых паттернов. Продолжение следует...